Доброе утро, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Я Эдуард Иванович, Олег Роут, рады приветствовать вас на нашем брифинге вставки сделаны. Перед самым брифингом мы с Олегом провели очень долгое и длительное совещание по текущей ситуации на рынке, длилось ровно 3 секунды. И вывод из этого совещания заключался в следующем, буквально, да ничего особенного в общем-то в этом не видим, и рост, скорее всего, продолжится. Ну вот с этим оптимизмом, которым мы живем уже не первую неделю, не первый год в нашей жизни. Значит, показываем вам график фьючерс СНП 500, сейчас текущая цена на 149.50. Доходили мы практически до 25, 1425. Никакой паники, пока мелкий откат. Ну а с учетом того, что по моим точным расчетам, я вчера еще раз погадал на звездах, картах 2 и так далее, это 1500 по фьючерсу СНП 500 в ближайшие полгода. Ну плюс-минус 2 дня это цель может быть достигнута, для тех, кто любит очень точные прогнозы, пожалуйста. То это вообще мелкий откат на этом фоне. Значит, сейчас у вас на графиках появится фьючерс на евро. Значит, моим друзьям, с которыми я уже не общался несколько месяцев, но время от времени, я думаю, они появляются на брифинге и любителям особенно фьючерса евро. Я надеюсь, вы последовали мои рекомендации и купили его чуть-чуть, потом на следующий день еще чуть-чуть, потому что сейчас он практически вырастал до 1,25, сейчас торгуется на 1,2467. И мы знаем нашу оптимистичную оценку на ближайшие в общем-то неделю-две, но это 1,27, после которой, скорее всего, сразу проговорить не начнется, но если у нас, вы помните, будет объявлено QE3, о котором все говорят, но, похоже, уже никто не верит. Вот если это все же событие будет объявлено, улетим мы выше 1,30, я думаю, к 1,40, а может это чуть-чуть выше. Вот так вот. Ну а пока, в общем-то, 1,27 – это самая ближайшая цель, понятно, 1,25 мы сейчас пробьем. На каждой точке будем устанавливаться, с точки я вчера на брифинг переставал, к сожалению, брифинг вчера не записался, то есть самые ценные наши брифинги почему-то не записываются, какие-то накладки непонятные происходят, только кнопку забыли нажать, то еще что-то. Вот. Поэтому, ну этот брифинг записывается, вот я, по крайней мере, в это искренне надеюсь, верю. Почти 98 долларов стоила североамериканская нефть, вчера в регулярной сессии торговли, после чего она палилась и стала стоить ровно столько, сколько стоило вчера на ночной сессии торговли, а именно 96 долларов 72 цента. По нефти все замечательно, все прекрасно, если у вас есть пустые бочки в гаражах, то заполняйте их нефтью. В принципе, кратко, на этом все, даже не знаю, о чем здесь еще говорить. Стронбай, повторяться, а? Про золото что-то у меня плохие графики по золоту в последнее время, сейчас это 1640, мы подошли к очень важному уровню, на самом деле, при пробитии которого подошли достаточно уверенно, спокойно. Сколько на нашем улице будет счастья, золото сначала пойдет от 1640 к 2000, а потом, в общем-то, по прогнозу одного из наших друзей, который любит по золоту читать разные умные американские книжки, оно может достигнуть в ближайшие 2,5-3 года 10 тысяч долларов за тройскую унцию. Я не знаю, верите ли вы в это, вот, я бы в это поверил, и будь у меня чуть побольше денег, чем сейчас, я бы все, конечно, уложил не во фьючерс РТС, да, я все уложил в золото, и через 2,5 года получил бы рот, дай мне, понимаете, больше, чем почти в 10 раз. Итак, всего доброго, а я передаю слово «Алебо», вот, он с нетерпением ждет, чтобы рассказать вам, какие перспективы нас ждут на российском рынке, это, на самом деле, огромное счастье у нас открывается. В ближайшее время я, Олег, уже за тебя начал говорить, все. Доброе утро, слушай меня. Эдуард всегда с таким оптимизмом передает мне слово, чтобы рассказал о российском рынке, на котором очередной раз трейлеры в болоте тонут, ничего особо не происходит, но когда-то, конечно, он зашевелится, начнет двигаться. Я думаю, этот срок, это все-таки не эта неделя, а следующая. На этой неделе будем здесь в этих диапазонах ходить. Сейчас, в конце недели, будет встреча европейских лидеров, очередной раз, очередной раз последует положительное заявление, на этом мы можем еще немножко подрасти. А вот на следующей неделе будут размещаться трежерис американские, там неплохой объем. А вот на следующей неделе можем увидеть какой-то откат. Вот примерно такая схема, простая, примитивная. пока как-то так. Давайте перейдем на графики. Там особенно ничего такого, так что-то, ничего особенно не происходит серьезного такого интересного, за исключением отдельных бумаг. по индексу МОВБ все стабильно. Протестировали мы уровень 1430 сверху вниз. Рынок подтвердил, что этот уровень является поддержкой, не смогли нижнего закрыться. Теперь, помимо этого, есть еще уровень 1400, ну а более, скажем так, долгосрочный инвестор вообще смотрит вот на эти уровни, уровень 1350 в этой зоне. Поэтому здесь все зависит от того, на каких участках рынка вы работаете, соответственно, какие движения торгуете. Если движение рассчитываете на большое движение, где большие стопы, там, конечно, надо ориентироваться вообще на этот уровень, на уровень 1350. Ну понятно, что в этом случае вы должны рассчитывать, что рынок выйдет в эту зону 1600, иначе нет смысла стоять такие огромные стопы. Ну и понятно, что если рассчитывать, что индекс выйдет на уровень 1510-1520, то здесь надо ориентироваться на уровень 1400. Вот так вот пробить его. Ну и уже для совсем краткосрочных инвесторов здесь опасность будет представлять закрытие ниже 1430 на дневках или пробой внутри дня уровня 1420. Тоже это очень некрасивая будет ситуация. Пока этого не произошло, ни одной из этих описанных ситуаций, о которых я сейчас рассказывал, рынок находится в восходящем тренде, несмотря на то, что сейчас он пилит. Ну и что касается акций. По Газпрому все по старому. Здесь нам в чем-то везет, я бы сказал. Везет в том, что в этой вот пиле не распилило лонговые позиции. Стоп сейчас ниже вот этой зоны 153,5, но зона 153,5-153, поэтому ниже уровень 153. Довольно-таки небольшой стоп в сравнении с моментом входа. Ну, в целе 161. Здесь все по старому. По Сберу все-таки вот этот уровень. Бывает ситуация, когда уровень отрабатывают без каких-то сигналов. То есть просто не хватило там силы пройти, хотя каких-то серьезных сигналов разворот не было. Вот как произошло и со Сбером. Уровень я отработал сам по себе, но лучше все-таки ориентироваться на дополнительные признаки. Это в данном случае должны были быть покупки с этих уровней. То есть выкупные бары разворотные на хороших объемах. Сейчас Сбер в середине коридора, поэтому что делать здесь не стоит. Нурникель. Появились здесь объемы. Довольно-таки неплохие объемы на покупку. Вот здесь мы их видим. И здесь все эти объемы залили продавцы. Сейчас нурникель может стать более волатильным. Причина это то, что государство начнет вмешиваться в конфликт с акционерами. Пытается сейчас это сделать. Ну и соответственно это может привести к повышенной волатильности и возможно к тренду. Но в данном случае тренд наверх это прохождение вот этой зоны. А в настоящий момент находится на рынке этих тренде вниз. Поэтому здесь если говорить про ланги, то от ланга пока не стоит работать. По Лукойлу тоже здесь позиции пока лангово удерживают. Стоп уже здесь рядом. И момент входа был тоже рядом. То и фактически если движение пойдет, то такие шансы есть. С учетом возможных переговоров положительных. Точнее даже не положительных переговоров, а высказывания европейских лидеров. Есть шанс у Лукойлов все-таки пробить вот этот коридор. Сейчас он на нижней границе. Но если не пробьет, то здесь стоп довольно-таки небольшой. Роснефть, не удалось Роснефть пройти уровень 203. Хотя такая попытка была. Снизу здесь поддержка сейчас чуть выше находится, чем уровень. Где-то 199. Но тоже это примерно середина этого коридора. Поэтому ничего сделать не рекомендую. По ОТБ по традиции удерживаем. Долгосрочная позиция со стопом ниже 5.40 краткосрочно. Делать ничего не стоит, пока не прошло. И на верх уровень этого сопротивления. Вчера мы его не смогли пройти. Посмотрим, что будет сегодня. Фьючерс РТС. Вчера говорили мы о том, что рынок будет расти. Так как не удалось выйти с коридора вниз. Произошел разворот наверх. На вчерашнем бейфинге я говорил о росте. Моменты входа я тоже называл. Фактически, если вчера не успели войти в эту позицию в лонговую, то сегодня с утра представился неплохой момент. Вот у этой линии 141.5. Вчера как раз мы обсуждали вариант, что будет пробой этого уровня. Возврат к нему. И здесь надо входить в лонг. Поэтому, если в лонг вошли в позицию, надо удерживать. Стопы я бы здесь довольно-таки близкие ставил. Относительно, конечно, возможного движения наверх. Стопы где-то ниже 140.5. Не стал бы я ставить стопы под этим уровнем. Потому что, если мы опять вниз пробьем 141.5, то тогда не стоит уже удерживать позицию. Но с учетом запасов это 140.5. Закрытие в районе 140.5 часовой бар. Цель это выход выше верхней границы этого коридора. Пока как-то так. По фьючерс РТС. Так, вопрос по холдингу МРСК был. Здесь все по старому второму эшелоне. тоже на ЛМК, на ВАТЭК в лонгах и холдинг МРСК. Давайте я сейчас его здесь найду и обсудим. Здесь тоже ничего не поменялось. Как вы видите, поддержка 1.85 держится пока. И рынок пытается от этих уровней пойти наверх. Причем пробит вот этот нисходящий уровень тренда. И был протестирован в этой зоне. Поэтому здесь все по старому. Надо держать лонги, стопы, закрыть эти ниже 1.85. Так, рубль-доллар. Ну, про рублю-доллар ничего сказать не могу. Почему? Потому что коридор был сначала маленький. Сейчас он чуть увеличился в нижней границе. Но покупать я бы здесь сейчас не стал в данный момент доллары. Не нравится мне, как шло это движение с точки зрения лонгов. Есть шанс, вероятность неплохая, что все-таки пробьем мы 31.800 и пойдем ниже. Поэтому Матлангаб здесь точно пока не работал. Ну, а в целом момент входа здесь, пока хороший момент входа я не вижу. Так, ну вот. Перспективу Северстали. Я, честно говоря, на таком рынке, как сейчас, такие уж совсем бумаги неликвидные, как в Северстали, не отслеживаю. Потому что начинаю все-таки такие акции второго, третьего даже встал эшелона. Смотрите, когда есть хорошие перспективы у всего рынка. В целом я не вижу пока у нашего российского рынка каких-то серьезных перспектив, там, хорошего роста. Если при СНП там картинка поприятнее выглядит, то у нас это наш рынок. И он, конечно, выглядит очень депрессивно, я бы сказал. Но когда ситуация изменится, тогда будем рассматривать эти акции. До свидания, удачных трейдов, до завтра. Успешных трейдов и инвестиций. Всего вам доброго. До завтра на тот же месте, в тот же час. Спасибо. 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 Продолжение следует...